сегодня 15 июня меня зовут покоев василий григорьевич скажите было ли у вас ощущение надвигающейся войны было ли у вас ощущение надвигающей войны то есть война будет у вас было ли у меня ощущение вы отвечаете на вопрос я вас задаю вопрос было у вас ощущение что война будет а гонка никакого ощущения войны я не ожидал мы жили в мирных условиях поэтому очень хорошая бога погода воскресенье перед началом войны и вот этот случай мне пришлось пережить потому что в это время я учился в киевском военном училище связи и дежурил по этому училищу и во время первой бомбежки города киева я сам лично видел эти разрывы которые я немедленно доложил своему старшему полковнику дежурился с которой у которого он мне сказал что да не расстраивайся это воет просто воетма это просто идет учение учение да это это учение тут наверное потому что действительно когда разрывы не разрывов не было мы видели что уйма летит самолетов целая эскадрилья какая-то но и в то же время заметили когда их начали обстреливать когда стали вспышки появляться обстрел этих самолетов вот я тогда убедился что это началась война я быстренько бежал обратно в помещение доложила своему старшему по училищу сказал что какая-то стрельба там идет наверно война началась вот этим а вот что вы думали тогда о причинах войны вот как вы думали какова причина войны да но вообще-то мы мы знали все все наши вот служащие которые были в это время на службе в армии все знали что война вот-вот будет потому что перед ней прошла война в финляндии в финляндии мы учились еще и все ничего не ощущали этой войны вот когда вот эти начались стрельбу по самолетам и когда самолеты начали сбрасывать бомбы они начали бомбить мы поняли что это началась самая настоящая война а вот слышали вы речь молотова 22 июня 1941 ну вот вы телевизор смотрели или речь слушали молотова слушали вы речь сталина ну вот сталин заявление делал вы слышали 22 я молотова слушал вот молотова потому что первый выступил молотов сталин то выступал уже позже вот я раньше выступил это был не сразу выступил он а когда уже около где-то 9 часов когда нас всех выстроили в боевой порядок и за дали нам всем задание чтобы мы выехали все все в город полным боевое боевом снаряжение и вылавливали в это время как раз сбрасывались самолетов и их не шпионы которые давали сигналы на те места на те важные пункты которые нужно в первую очередь разбомбить и вот мы их вылавливали его выбрасывались оттуда милицейской форме даже милиционера сколько ловили тоже тоже который в новой а нам так и предупредили милицию которые заметить их хорошего в новой а в новой форме немедленно проверяйте у него документы если какое подозрение есть на к нам на пункт сбора пункт сбор был организован вот мы вылавливали целые сутки этим делом занимались а потом ежедневное дежурство было по киеву в ночное время мы следили за тем чтобы все были все эти окна все были заклеены там бомбежка шла тогда обязательно решили чтобы сохранить стекла чтобы люди от осколков не гибли тоже вот всем дали команду по всему городу объявление было заклейте окна обязательно полоса по полосами газет или какой любой другой бумаги и вот вы должны были это делал проверять выполняется это или не выполнять если где не выполняется немедленно подняться туда и не заставить их тут чтобы при вас делали эту эту и чтобы они обязательно соблюдали затмение чтобы темнота все время что было в окнах окна не должны светиться закрыть их а вот вы освобождали какие-нибудь города освобождали какие-нибудь города но принимали участие в освобождении нет это мне не удалось я только вот я погиб то вернее получил ранение да только это уже знаете я попал в такой метр я был в этой 241 стрелковой дивизии теперь теперь прикройте